Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, всем привет, и мы продолжаем изучать, продолжаем изучать книгу Хафетсхайма «Жаждущего жизни», «Жаждущего жизни» Шмирата Лашон, и мы дошли уже до, сегодня мы с Божьей помощью закончим, закончим все повелевающие заповеди, которые нарушает, на верите это называется Баль Лашонара, Баль Лашонара, это человек, который хозяин Лашонара, то есть дословно, если перевести, у тебя человек Баль Мун, это значит, у него есть какой-то дефект, есть человек Баль Абайт, хозяин дома, а есть человек Баль Лашонара, хозяин Лашонары, то есть это не тот, кто не говорит, это тот, кто говорит, и мы окончательно изучим, какие заповеди Торы, мы уже изучили, нарушает тот, кто говорит злоязычие, И сегодня мы разберемся, какие повелевающие заповеди он не выполняет в момент произнесения Лошонара. И, значит, начнем уже дальше изучать, а что делать вместо этого. То есть мы разобрались в тяжести, в тяжести ва-ва-ва. Дальше нас ждут следующая глава, вообще называется «Проклятие». Проклятие, которое есть на того, кто говорит. Или это про проклятие будет, или это будет именно про проклятие, которое в Торе написано на того, кто говорит. Ну, давайте продвигаться. Значит, смотрите, получается, что есть в Торе повелевающие заповеди. Повелевающие заповеди – это Бог сказал «делай». То есть есть повелевающие, есть запрещающие. Запрещено делать, а есть то, что надо делать. Значит, как мы уже знаем, запрещающих заповедей изначально было 365. Их и есть 365, как дней в году. Но в наше время из-за того, что нет храма, из них осталось только 177. Повелевающих заповеди – 248. Из них в наше время осталось только 77. Теперь тот, кто говорит злоязычие, вот в момент, когда он говорит сплетню или говорит какую-то гадость на другого человека, Яков Шалом, да? Или же тот, кто слушает в это время эту сплетню или злоязычие. Значит, если речь идет... Девятый пункт мы сейчас изучаем. Девятый пункт. Если говорится про коина, значит, если говорится про коина, или тот, кто говорит – это он сам по себе коин, или говорится про коина, то нарушается также заповедь «войти до что?» и «освещай его». Значит, понятное дело, что тот, кто говорит злоязычие, он в это время не может одновременно почитать коина. А есть заповедь «почитать коина». Это повелевающая заповедь. Значит, коины – это были священники, которые приносили жертвы в храме. Это была особая семья, которая шла от Аарона, коина, брата Мушей, и его сыновей. И эта особенная семья – только они имели право приносить жертвы в храме. Только они. И если они нарушали какие-то особенные правила святости, то есть в еврейском народе они самые святые. Коины – самые святые. Они ближе всего к Всевышнему. И, значит, получается, что если этого коина, про него, лить на него грязь, да, по-простому, злоязычие – это как ты, как человек, он хочет второго измазать грязью такой, да, то ты в это время берешь и вместо того, чтобы выполнять повелевающую заповедь и почитать коина, вместо этого ты берешь и святость из мира убираешь. И это, конечно, вот Ася, ябко, знает, если бы Ася раньше знала, то она бы, конечно, бы папу еще успевала бы, общаясь с папой, выполнять не только заповедь почитания родителей, это заповедь на всех, но и выполняла бы заповедь почитать коина. И тогда бы у нее было бы еще больше заслуг, да, потому что если он коин, так дочка должна его почитать и как папу, и как священника, как коина. Теперь десятая заповедь повелева, десятый пункт, говорит нам Хафецкаем следующее. Кстати, сегодня, давайте я сразу скажу, как сегодня надо делать. Допустим, вы видите коина, знаете, что он коин. Коины у них на мадилах вот так вот должны быть, как-то у них пальцы вот так вот. Они так делали, делали они вот так вот благословение народа в храме. Они делали благословение народа в храме. Теперь, если вам встретился такой коин, который, коин, надо его пропускать вперед. Все вещи, которые связаны со святостью, особенно там в синагодии, или там говорить Беркат Амазон, коинам вперед. К торе, значит, к торе вызывают в первую очередь коина всегда. Когда в любой синагоге мира, в любой синагоге мира, когда читают тору по понедельникам, четвергам и субботам, три раза в неделю, во всех синагогах мира читают одну и ту же, один и тот же свиток торы, идентичный полностью, буква в букву, Африка, Северный полюс, Австралия, Америка, везде-везде, Япония. Везде один и тот же свиток торы, и везде говорит тот, кто ведущий молитвы, он говорит, значит, есть тут коин? Он спрашивает, есть коин? Если есть коин, тогда он говорит, пускай к торе поднимется первым коин. И всегда выходит первый коин, понятно? Если на него в это время кто-то стоит в зале синагоги, о, типа, посмотрите на этого коина, вот это вот вообще, посмотри там, как он одет, как он выглядит, а ты знаешь, что он, он, кто его вызывает, а он вчера там не соблюдал, я видел, как он что-то нарушал и так далее, это все лошонара. И в момент произнесения вот этого злоязычия и сплетни, потому что злоязычие это одно, сплетни это когда ему передали это, и он это передает другому. В этот момент нарушается 17 запретов торы, и нарушается несколько повелевающих заповедей, включая повелевающую заповедь почитать коина, а он в этот момент вместо почитания говорит на него злоязычие. Вот так вот. Теперь, значит, десятый, десятый пункт. Десятый пункт, если тот, о ком говорят злоязычие или сплетню, он его старший брат, или он муж его мамы, то есть отчим, или это жена его папы, он также нарушает повелевающую заповедь почитать родителей. Почитать родителей. Потому что и старший брат, и вот эти все вторые мужья-жены отца-матери, они включены на скрижалях, включены в заповедь почитай папу и маму. Почему? Потому что написано В общем, смысл в чем, что вот это добавляет всех, кто относится к папе и маме. Кто это? Старшие братья, почему-то сестер не включили, мне интересно, почему сестер не включили, и второй муж или вторая жена папы и мамы. И он пишет дальше. И тем более, тем более, если он говорит злоязычие про папу и маму, это он в этом случае нарушает заповедь почитать папу и маму, и это очень, он еще и попадает под, попадает он под проклятие, в котором в Торе написано, были проклятия, которые были на горе Грязим и Увале, Арур, Миколе, Абиба ему, проклят тот, кто проклинает папу и маму. То есть, понятно, да, заповедь почитания родителей очень-очень важна, Всевышний даже эту заповедь дал на скрижалях, потому что Рабейну, когда спустился на скрижалях, была заповедь почитать папу и маму, это среди десяти заповедей, и тот, кто говорит про них, злоязычие, в этот момент не выполняет эту заповедь. Помимо всех нарушений, еще у него есть в его на небе личном счете, духовном счете, у него есть огромный минус. Он мог в этот момент, наоборот, почитать, сказать что-то хорошее, а он в этот момент сказал плохое. То есть, помимо запрета, сейчас я чуть вот хочу на этом остановиться, в конце этого урока, как работает вот этот вот счет, повелевающий, запрещающий заповеди. И, значит, каждый раз, дальше одиннадцатый пункт, каждый раз, когда он говорит злоязычие, он нарушает заповедь, повелевающий заповедь истории, Бога Всесильного твоего бойся. Как он эту заповедь нарушает? Потому что в момент, когда он говорит лошонара, злоязычие, в этот момент он не боится Бога. То есть, он должен Бога бояться, знать, что Бог всегда над ним, всегда, вот это вот, типа называется ермолка, иратмолка, сокращение, страх перед Богом. Зачем ее носят на голове? Для того, чтобы всегда помнить, что Бог, он всегда следит за тобой. Он не, не то, что он следит за тобой, ему не надо за тобой следить, он всегда с тобой, и Всевышний, который в виде души, присутствует внутри человека, и он как бы просвещает светом внутри все его мысли, все его намерения, и так далее. То есть, это как свет, ему не надо за тобой следить. Ты есть, потому что он в тебе. То есть, нет другой реальности, кроме Всевышнего. И когда ты, забывая о его запретах, о его повелениях, говоришь злоязычие или сплетню, то в этот момент ты нарушаешь повелевающую заповедь, и он сказал же об этом. Он говорит, прямо в Торе написано. Где это написано? Это написано в, получается, по-моему, это написано в книге Дворим, да, когда идет перечисление, Бога Всесильного бойся. Все, он же предупредил, так ты должен все время, вот, помнить, да, Ират Ашем, это страх перед Богом, это основа веры вообще, основа взаимоотношений с Богом. Когда говорят про любовь, любовь, это тоже основа взаимоотношений с Богом. Но страх, он чувствуется сильнее, поэтому сделала Тора акцент на страхе перед Богом, потому что эмоция страха, она звучит у человека внутри намного сильнее, чем эмоция любви. И если полагаться только на любовь, то все время будет страх и страдания, все время будет человека сбивать, и оно будет им управлять. Поэтому Бог, это как в помощь он дал, такая волшебная палка, волшебная, спасательный круг, спасательный круг, страх перед Богом, спасательный круг. Если ты вспомнил о Боге, в этот момент, в этот момент тебе уже остальное не страшно. Понятно, да? Теперь, значит, но тот, кто говорит злоязычие, нарушая при этом огромное количество заповедей, и не выполняя огромное количество повелевающих заповедей, он в этот момент и нарушает главную, не выполняет главную заповедь. Бояться Бога, трепетать перед Богом, помнить о Боге, о хозяине мира, о царе царей, который всем управляет, дает жизнь, забирает жизнь, дает болезнь, забирает болезнь, спасает, убивает, и так далее. Понятно. И человек, который просто, вот он стоит и про другого, говорит позорящие его вещи, он в этот момент забывает, что как тот человек от Бога, так и ты от Бога, и как, и что Бог сказал нам всем, что делать. Дальше, 12 пункт. 12 пункт говорит нам Хафицхайм так, и каждый раз, когда человек говорит лошона раз злоязычие или сплетню, или слушает злоязычие или сплетню, он в это время, наруша, не выполняет повелевающую заповедь изучать Тору. Конечно, он не выполняет, потому что, вот я сейчас, например, или мы все вместе, мы изучаем Тору, мы же не можем в это время говорить злоязычие и сплетню. Не получается, то есть мы читаем, слушаем, пытаемся понять Всевышнего, то есть мы не можем одновременно делать две вещи, делать добро и делать зло, это не идет вместе. Поэтому, когда человек говорит злоязычие или сплетню, он в этот момент мог бы сказать слова Торы, он мог бы сказать в этот момент и что-то изучать, что-то вспомнить, что-то повторить, он в этот момент мог даже помолиться или сказать благословение. И он не выполняет повелевающий заповедь изучать Тору. Понятно, да? То есть есть на нем огромный грех, то, что называется бетуль Тора, это обесценивание Торы и он в это время не учит Тору. Есть в Талмуде трактат Брахот, есть очень известный вопрос, это прямо в самом начале, по-моему, шестая страница. И там задается там вопрос, если страдания пришли на человека, почему? Что он должен делать? Значит, и отвечают наши мудрецы в Талмуде, они говорят так, если страдания пришли на человека, то проверить свои дела. Должен он сесть и сделать то, что называется хешбон нефеш, проверить свои дела. Что я делал, что мне так плохо? И прямо должен просмотреть, просмотреть, просмотреть вот свой день, неделю, месяц последний, проанализировать и понять, почему мне, если мне сейчас плохо, здесь же какая-то причина, это же не просто произошло, это следствие, вся моя жизнь это следствие моих вчерашних действий и решений. Значит, если мне плохо, то надо понять, причина, в чем причина. Талмуд говорит дальше, проверил, проверил свои действия и не нашел, проверил все, все делаю, как обычно, было раньше хорошо, сейчас стало плохо, непонятно почему. Тогда в Талмуде написана следующая вещь. Значит, тогда причина Бетуль Тура, тогда причина то, что он не учит Тору. Здесь объясняют мудрецы двумя, комментаторы объясняют двумя, двумя этими как бы путями. Первый путь они говорят, что так как Талмуд Тура это самая главная заповедь изучать Тору, то если ты не учишь Тору, тебе только за это положены страдания. Это причина. Всевышний тебе дал страдания как звоночек. Ты не можешь сейчас там есть, пить, спать и так далее. Почему? Чтобы Всевышний тебе, а как он тебе напомнит, что надо идти учить Тору? Как он тебе напомнит по-другому? Значит, это он тебе напомнил, скажи спасибо, учи Тору. Это первые комментаторы объясняют. Вторые комментаторы говорят, не, не, они говорят, не это имеется ввиду. Имеется ввиду другое. Ты когда проверяешь свои действия, ты как их проверяешь? Ты проверяешь по какой-то своей системе координат, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. И ты говоришь, так, вчера я поругал там Сашу, позавчера я там Шимону сказал все, что о нем думаю. Позапозавчера я Риувену рассказал все, что я слышал от Шимона про этого самого. Позапозавчера я слушал, как Шимон, я очень интересно смотрел в окно, как Шимон и Петя дерутся, и мне было интересно, что же так, кто же победит, да? И потом я рассказал про эту драку, рассказал всем своим друзьям. Ну, все, я проверил, отлично, я себя вел, все, я красавчик, молодец. Какие я делал проблемы? Никаких проблем у меня нету. Так, мудрецы говорят, что значит причина в том, что ты не изучал Тору, у тебя нету системы координат, ты не знаешь, что такое хорошо, что такое плохо. Вот у меня сейчас, у меня глаза открываются, на Лошонара злоязычая причина всех проблем в мире, ну, большинства проблем, которые есть у человека. И получается, что пока местья не изучал вот эти все заповеди, пока я их не понял, не осознал и не начал выполнять, так была причина для проблем. Значит, по-настоящему причина не в том, что я делал, я не знал, что это неправильно, а причина в том, что я не изучал Тору, чтобы узнать, что такое хорошо, что такое плохо. Двигаемся дальше. Значит, дальше объясняет Хафец Хаим, значит, он очень подробно объясняет вот этот вот, вот эту ситуацию, когда написано, что Тору, еврей, еврей, мужчина, обязан изучать Тору вот все время. Написано Ваига Таба Йомам Валайла и будет над ней трудиться днем и ночью. То есть, заповедь изучения Торы, она на мужчинах, евреях, обязан, вот он день и ночь должен учить Тору. В Талмуде возникает вопрос, возникает вопрос в Талмуде, спорят два мудреца, Раби Шимон Барьюхай и Раби Ишмаэль. Спорят, и Раби Ишмаэль говорит, послушайте, говорит, Раби Шимон, написано, мы говорим Шима Исраэль дважды в день. Значит, И будет, если вы будете слушать мои заповеди, значит, дам я вам, и соберешь свой урожай, там, хлеб, вино, оливковое масло, дам траву на луга твои. Он говорит, смотрите, это Шима Исраэль, это в Торе написано. Значит, Бог изначально предусмотрел ситуацию, когда будут работать, и будет благословение за выполнение заповедей. И благословение это вот как раз вот эти вот все замечательные вещи, трава на лугах для коров твоих, там, дам, то есть, вещи материальные. Он ему говорит, говорит ему, этот, Раби Ишмаэль, получается, значит, должен человек работать в этом мире. А Раби Шимон Барюха говорит ему, нет, говорит, это не благословение, говорит, это проклятие. Он говорит, в смысле? Он говорит, если выполнять все заповеди Всевышнего полностью, и если бы евреи учили Тору день и ночь и выполняли все заповеди Бога, то тогда все это бы, было бы в мире вот то, что мы ждем, как будет рай на земле. Был бы рай на земле. То есть, тогда тот, кто учит Тору и самоотверженно учит Тору, тому Всевышний дает это все. Без работы. Тот, и Талмуд, говорит, дает в конце такое заключение их спору, он говорит, многие делали, как сказал Раби Ишмаэль, и учили Тору, и работали, и, значит, у них получалось. Но немногие делали, как Раби Шимон Барюхай, он составил книгу Зоар, он, через него мы получили все тайны мироздания, именно через Раби Шимона Барюхая. Он 13 лет жил в пещере, прятался от мудрецов, от этих, от римлян, и жил в пещере с сыном, и у него Всевышний сделал для него чудо, в пустыне открылся, в этой, в пещере открылся родник, и выросло рожковое дерево, и он им питался. Но Талмуд, не все могут, как он, это уровень совершенно, ну, для единиц, для единиц, а для всех уровень, это учить Тору, выполнять заповеди, и улучшать этот мир, честно работать, создавать семьи, там, и так далее. Теперь, значит, но, но, нигде вообще не написано, что можно и нужно говорить злоязычие, сплетни, в пустую убивать свое время, то есть, есть работа, есть заповеди, есть Тора, все, все, то есть, нет нигде просто вот в пустоту убивать время и сплетничать, то есть, это точно. Теперь, секундочку, давайте вот мы дальше закончим сегодня, значит, ладно, мы не успеем закончить, тогда на завтра я это оставляю, сейчас я хочу тогда остановиться немного более подробно на заповедях, и вот спрашивая, а что женщины должны делать по Торе, и так далее. Значит, по Торе, смысл жизни человека, это приближение к Всевышнему, назовем это так, то есть, как можно приблизиться к Всевышнему, изучая про Всевышнего, выполняя заповеди Бога, и так ты приближаешься ко Всевышнему, то есть, это то же самое, как приблизиться к человеку, ты с ним должен общаться, ты должен, если ты хочешь с ним приблизиться, выполнять его просьбы, и не делать ему, не нарушать его границы, то, что он сказал, не делать. Аналогия простая. То же самое, к непостижимому Всевышнему, мы можем приблизиться через изучение его слова, которое получено через пророков, и через выполнение его заповедей, выполняя которые, мы с ним соединяемся, и не нарушение его запретов, которые он нам запретил. Просто приносить пользу людям, опять же, вот Ольга пишет, принося пользу людям, это большой вопрос, потому что, если, например, вас просит какой-нибудь наркоман, или, не дай бог, педофил, он вас просит, педофил, принеси мне пользу, пожалуйста, вот того ребеночка подмани сюда, я его украду, то вроде это же для педофила польза, но это не польза, это преступление. То есть, поэтому я еще раз повторюсь, для того, смысл жизни человека, это изучение в начале воли Всевышнего, выполнение воли Всевышнего, молитва, благодарность соединения со Всевышним. Но Всевышний, так как он любит человека, он дал ему очень хорошие правила. Что такое добро Всевышний? Именно добро, это только то, что Бог назвал добром, а не то, что человек для себя придумывает, сегодня это добро, завтра это не добро. Две страны воюют, каждая страна говорит, убить и уничтожить вторую страну, это добро. Это же, это субъективное добро, это для этой страны добро, то, что для этой, это смерть и зло. Поэтому, еще раз повторюсь, смысл жизни человека, то, как это видит религиозная такая концепция, да, мировоззрение, это изучение воли Всевышнего, молитва, благодарность и выполнение воли Всевышнего, выраженное в заповедях. В этом весь человек, это сказал царь Соломон в конце Каэлита, Совдавар, он говорит, в конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек, все. Теперь дальше, но человек, это совершенно невероятно, сейчас я объясню, с точки зрения психологии, как это работает, почему именно выполнение, вот этой вот религиозной концепции, только это является для человека, единственно возможным путем к счастью, в этом мире, это с точки зрения, сейчас я объясню психологии, почему Всевышний так сделал. Значит, после изучения Торы, есть одна такая мишна, которую обычно повторяют после изучения Торы, Раби Ханина, по-моему, Бена, вот не помню, как его звали, сейчас у меня выскочило, он говорил так, Многие говорят, ну зачем такая Тора, 613 заповедей, что нельзя было 10 заповедей, остановиться, зачем изучать Тору целый день, ведь если бы, ну это же, что там изучать, зачем, мозг, ум человека, он не приспособлен к пустоте вообще, он все время работает, ему все время нужна работа, нужны задачи, нужны цели, он не может остановиться ни на секунду, от чего человек получает удовольствие в этом мире? Человек получает удовольствие в этом мире от достижения целей, это по психологии, у него вырабатывается гормон дофамин, есть такой гормон, он вырабатывается в момент достижения цели, И от хорошей, доброй коммуникации с другими людьми вырабатывается серотонин. Серотонин, когда у тебя с людьми мир, когда тебя уважают, когда тебя признают, у тебя хорошее отношение. По психологии счастье зависит от гормона, а также эндорфин, когда ты здоровый, когда ты не портишь свое здоровье. Ну, то есть ты физически здоров. И окситоцин, это любовь, это близкие отношения, он вырабатывается, когда муж, жена, дети, когда именно через объятия. Теперь давайте рассмотрим жизнь человека нерелигиозного. Он должен постоянно себе придумывать разные цели. То есть или он придумывает цели, или он завидуя другим, он цепляется за чужие цели. То есть других вариантов для ума человека находить себе, за что зацепиться, просто нет. Значит, если мы отпускаем жизнь человека не на религиозную концепцию, что смысл жизни служить Богу, выполнять заповеди, а мы отпускаем жизнь человека на самотек. Чем он будет заниматься? Он будет все время хотеть что-то получить, что-то купить, что-то приобрести. Он будет все время завидовать, у него есть, а у меня нет, наверное, ему лучше. И он будет все время бегать за разными целями, чтобы, достигая эту цель, получить выплеск вот этого дофамина, чуть-чуть гормона удовольствия, достиг. А дальше у него еще 10 недостигнутых целей. И он все время в стрессе. Он все время обычный человек в стрессе, в беготне. Это хочу, это хочу, это хочу, это хочу. Дальше. Обычный человек нерелигиозный, он все время боится. Религиозный боится Бога. Нерелигиозный, боится болезни, смерти, кражи, потери, убытка. Он все время во внутреннем стрессе, страха, что кто-то может ему повредить. И он все время хочет что-то получить. Вот его, как бы, жизнь обычного человека. Религиозный человек, по-настоящему религиозный человек. Он все время тоже в беготне. Но он в беготне очень простой, потому что у него 613 заповедей. Хотел Бог удостоить народ Израиля. Поэтому умножил им Тору и заповеди. То есть религиозный человек, он все время, ему есть чем заниматься. Смотрите, какая книжечка у меня есть, да? Так ее нужно не просто прочитать, ее нужно прочитать, понять и сделать. Это мне на год есть уже чем заниматься. Каждый раз, когда я выполняю любую повелевающую заповедь, это достижение, это духовное достижение, это вечное достижение, которое падает в копилочку моей души. Класс, бинго! Выполнил повелевающую заповедь. Папу почитаю, маму почитаю, людям помогаю. Еще одну Тору изучаю. То есть с утра до ночи ты в движняке достиг, 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 достиг. Чего ты боишься? Боишься нарушить заповеди, боишься кого-то обидеть. А, все, не буду тогда обижать. В чем плюс? Если ты кого-то, мы же уже проверяли, если ты нарушаешь заповеди Всевышнего, если ты про кого-то говоришь плохо, вернется. Вернется как бумеранг. Если ты боишься сказать плохо и не говоришь плохо, то ты выполнил заповедь. Не навредил ему, не навредил себе. Бинго! Ты выиграл. Поэтому, конечно, жизнь религиозного человека, безусловно, настолько полна, настолько загружена, настолько много в ней дофамина, серотонина, эндорфина. Но все это скрепляется одной простой вещью. Сказал пророк Хавакук. Пророк Хавакук сказал, что вся втора в одной заповеди. В какой? Цадик, Бе-Имунато и Фье. Значит, цадик, праведник верой своей будет жить. Потому что, чтобы вся эта система заработала, нужна вера. То есть, если человек верит вот в Тору, значит, у него есть целая такая вот суперигра с переходом в вечность и заработком, да, правильно, как депозит, огромный депозит и на небе, и в этом мире. Если человек верит, что в моду, то его жизнь, она, она, как бы, он верой эту моду прям закрепил, и он живет в мире моды. То есть, вера это инструмент, который закрепляет модели, модели, такие интеллектуальные модели. И праведник, праведник, он верой своей будет жить, то есть, он своей верой прикрепляется к Богу. Поэтому, удачи всем и успехов в служении Всевышнему, совдавар, в конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай. В этом весь человек. Все остальное бессмысленно. Удачи, успехов, всем хорошего дня.